Плагиат неприемлем в обучении Если вы хотите более подробно узнать о примерах плагиата, то можете воспользоваться наработками сайта Dissernet. В частности, там опубликован комментарий к докторской диссертации, которая на поверку оказалась компиляцией, состоявшей из крупных, дословно заимствованных, непрерывных фрагментов работ других авторов. Этот комментарий доступен по адресу, который вы видите на экране. Итак, плагиат, особенно плагиат с использованием компьютера, абсолютно неприемлем. Но не стоит впадать в отчаяние. Совершенно понятно, что любой студент, пишущий о том же блаженном Августине, черпает всю информацию в каких-то посторонних источниках. Ведь сам он с Августином знаком не был и от себя ничего сказать об этой личности не может. Все, что он может добавить сказанному прежде, это его оценки, предположения или рассуждения, что есть отнюдь не самая важная информация. Так что полагаться на других можно и нужно. Но при этом надо соблюдать ряд простых правил, которые позволят избежать плагиата и всех неприятностей с ним связанных. Важно понимать, что эти правила очень полезны для самого студента, пишущего работу. Они позволят существенно повысить качество работы. Вряд ли студент захочет указывать в качестве источника сборник рефератов, купленный в переходе, или же сомнительную страницу в интернете. К слову, в интернете практически вся информация, которая не является воспроизведением печатных источников, является сомнительной. Так, любимая многими Википедия здесь не исключение. Кроме того, следование правилам референции стимулирует развитие самостоятельного мышления. Ведь студенты и сами понимают, что кавычками цитирования нельзя разбрасываться направо и налево. Для появления прямой цитаты нужен серьезный повод. Цитируемый текст либо будет подвергаться анализу, либо он служит для иллюстрации, либо же он авторитетно подтверждает то, с чем согласен студент. А большую часть текста придется писать самому, творчески перерабатывая имеющуюся информацию и обликая ее в собственные слова. Итак, правила указания на источник интеллектуального заимствования таковы. В случае прямого цитирования или перевода следует заключать все цитируемые слова в кавычки. То есть, чтобы признать заимствование корректным, недостаточно одного упоминания где-либо в тексте вашей работы источника заимствования. Нужно еще четко отграничить заимствуемый текст от своего собственного и указать место расположения заимствованного материала в работе. То есть, после цитаты обязательно следует указание на источник цитаты. Это автор, издание, в том числе адрес в интернете, откуда взят данный текст, а также страницы или номер страницы. Среди правил цитирования интернет-ресурсов можно выделить следующее. Прежде всего, непозволительно цитировать весь материал целиком. Следует цитировать только некоторый небольшой его фрагмент. Обычно это одно-два предложения, максимум это абзац. Необходимо четко с помощью кавычек выделять начало и конец цитируемого фрагмента. Нужно стараться максимально полно указать имя и фамилию автора или авторов цитаты. Далее следует указать точное название работы, откуда вы взяли цитату. Так как вы используете в качестве источника электронный документ, нужно указать точную ссылку. Причем не на главную страницу сайта, а на веб-страницу, то есть первоисточник, с которого взят материал. Важно всегда помнить, что при условии выделения четких границ цитаты и ссылки на источник, цитирование не является плагиатом. Если источник текста не имеет документального оформления, например, в случае устной речи, то следует сообщить всю информацию, позволяющую как можно точнее идентифицировать данный источник. При перефразировании текста следует в самом тексте работы сообщить о факте пересказа с указаниями на источник. В случае заимствования идеи следует сообщить об этом перед началом изложения данной идеи, а также назвать автора идеи. Вот, собственно, и все. Эти правила совсем не сложны. Но следование им позволит вам написать качественную работу без использования плагиата. Работу, за которую никому не будет стыдно. Продолжение следует...